С момента вхождения Крыма и Севастополя в состав России – это самая многочисленная группа политиков и предпринимателей из Европы, посетившая полуостров. 19 итальянских депутатов региональных советов и представителей делового сообщества Италии на встрече с руководством Белокаменного, вопреки существующим санкциям, обсуждают дальнейшее сотрудничество – не только дипломатическое, но и деловое. В составе делегации успешные предприниматели, готовые инвестировать в бизнес Крыма и Севастополя. В особенности в сельское хозяйство, производство продуктов питания, промышленность и виноделие – отрасли, которые пострадали в Италии с момента применения санкций. «Из-за санкций мой регион, Витина, уже потерял миллиард евро в том, что касается экспорта. Особенно страдает сельскохозяйственная отрасль производства молока, мяса и сыра. Я считаю, что сейчас как раз пришло время, чтобы ответить за это». Севастопольские власти к сотрудничеству с итальянцами готовы, заинтересованы в развитии приборостроительной области и виноделия. Для совместной работы есть уже всё необходимое. «Конечно, санкции – это условия существования, условия экономического существования. Но мы должны представить инвесторам, которые приехали в том числе в делегации, готовые площадки. Мы говорили об индустриальном парке, ту площадку, которую мы делаем в рамках ФЦП, порядка 70 гектар, которая будет готова к приёму в том числе итальянских инвесторов, чтобы развернуть те производства, о которых говорили коллеги». Итальянская делегация будет находиться в Крыму до 16 октября. За это время политики встретятся с деловым сообществом республики. Также в планах посетить винный завод «Массандра» и провести переговоры с другими винодельческими компаниями полуострова. Илья Вячеславович Пономарёв.